Это утро в Петербурге и у нас новость с пометкой «Молния». В Воронежской области петербургские археологи нашли редкую подвеску из белемнита. Бесценному амулету около 40 тысяч лет. И это доказывает, что даже в те далекие времена человек обладал технологиями сверления. Вот какие еще выводы позволяет сделать эта находка? Узнаем у нашего гостя. Заодно узнаем, что такое белемнит. В нашей студии руководитель экспедиции, старший научный сотрудник отдела палеолита Института истории и материальной культуры Российской Академии Наук Александр Бессуднов. Александр, здравствуйте. Поздравляем с находкой. Спасибо большое. Мне кажется, выяснилось еще, что наши предки 40 тысяч лет назад имели какую-то тягу к эстетическим каким-то вещам. Да, чувство прекрасного было им не чуждо. И они воплощали это в полной мере, судя по тем находкам, которые были обнаружены нашей экспедицией. И в том числе те самые подвески из белемнитов и не только. Находка была обнаружена при раскопках в селе Костенки. Известно ли, что было на этом месте 40 тысяч лет назад и чем занимались жители этого поселения? Да, конечно же. Судя по исследованным участкам, там было поселение древнего человека. И оно было относительно долговременным. То есть человек там жил некоторое время, возможно, неоднократно возвращался через некоторые промежутки времени и занимался обычной домашней хозяйственной деятельностью. Как правило, мужчины охотились. В первую очередь это был мамонт, пушной зверь, волк, сайга и так далее. А женщины и дети занимались бытовыми вещами, приготовлением пищи, изготовлением шкур и так далее. Так что же такое белемниты? Белемнит – это окаменелость. Это окаменелость юрского или мелового периода. То есть такое существо, вымершее ныне, которое было похоже на современного кальмара. И вот этот белемнит, или его еще называют чертов палец, это ростер, который находился внутри вот этого вот кальмарчика. А насколько тверд этот материал вообще? Насколько легко он поддается сверлению? Или тогда он был как-то мягче? Нет, помягче он не был. С одной стороны, это достаточно плотное вещество, поскольку это кальцит. Но с другой стороны, при определенных навыках просверлить дырочку можно какой-то острой кремневой пластинкой, к примеру. То есть это просто очень такая кропотливая механическая ручная работа? Это кропотливая ручная работа, но не каждый древний коллектив имел навыки для того, чтобы просверлить такие дырочки. Вот как сегодня исследуются такие находки? Меняется ли что-то со временем? Как они датируются, насколько точно? Ну, конечно же, со времен первых находок такого типа методика уже продвинулась, не стоит на месте. И в первую очередь мы сейчас обращаем внимание на следы, на древние следы, которые могут остаться на поверхности этих находок. То есть на основании изучения этих следов мы можем сделать вывод, как носился этот предмет, подвешивался ли он на веревочку, или он нашивался на какие-то детали одежды и так далее. И в первую очередь мы сейчас не моем, например, щетками, а достаточно... То есть мы находим такие предметы, аккуратненько извлекаем, пакуем, а потом в специальных ванночках ультразвуковых это все мы моем. То есть более тщательный подход к изучению такого рода предметов. Где сейчас находится эта находка? Сейчас она... Можно ли будет ее где-то увидеть? Конечно, она на временном хранении в Институте нашего истории материальной культуры. Ну, конечно, любой желающий может на нее посмотреть. Я думаю, когда-нибудь она займет достойное место в какой-нибудь экспозиции. Вернутся ли петербургские археологи в село Костенки в Воронежской области? Конечно же. У нас проект, который поддержан Российским научным фондом, и мы продолжаем исследования и планируем и в следующем году, и дай бог, если проект будет дальше поддержан, дальше копать. Впереди еще много открытий, как вы думаете? Мы надеемся. Желаем вам удачи в ваших изысканиях. Большое спасибо. У нас в студии был руководитель археологической экспедиции, старший научный сотрудник отдела палеолита Института истории материальной культуры Российской академии наук Александр Бессуднов.